Ну что ж, давайте будем начинать, начинать продолжать. Итак, мы поговорили с вами о связи диалога с другими диалогами, поговорили о связи диалога с другими произведениями других авторов. Осталось поговорить лишь немного, перед тем, как начать это начитать, о том, в какой ситуации происходит этот диалог и как он происходит, то есть кто действующий лица в этом диалоге. Благо, это один из этих диалогов, где исторический момент, чей исторический момент, указан очень точно. Для понимания исторической ситуации нам надо знать, когда, собственно, он происходит и что происходит в этот момент. Происходит очень чётко, потому что Платон говорит нам, что он происходит на следующий день, после победы Агавона в определённом соревновании, и мы точно знаем, когда это случилось. Ну, точно, конечно, сказать сложно, имеется в виду, примерно знаем, когда это случилось. Это 417-416 года. 415-415, правильно. В 416-415 происходят интересные вещи. Дело в том, что только что закончилась первая часть Пелопонесской войны, и она закончилась полной победой афинян. Но проблема в том, что в этой войне по молодости не успел поучаствовать Алкевиат. Поэтому Алкевиат начинает уговаривать Афинское собрание начать новую войну. Эта война должна была начаться с сицилийской экспедиции. И сицилийская экспедиция после победы над Сиракузами должна была превратить Афины уже не в местную державу, а в глобальную империю. Помните план Алкевиада «Сицилия, Карфаген, миры»? Да. Именно Алкевиат не просто делает это. Алкевиат делает это успешно. Ему удается убедить афинян начать Пелопонесскую войну раново. И эта война закончится, вторая часть Пелопонесской войны, начатая Алкевиадом, закончится полным поражением Афин, гибелью афинского строя, гибелью демократии, то есть полным разрушением. Так вот, все это происходит именно тогда, когда Алкевиат находится на пике. Только что было принято решение, или в ближайшее время будет принято решение идти в сицилийскую экспедицию, возглавить которую должны Алкевиад и Никий. Алкевиад на пике своей карьеры, практически на пике своей карьеры. Он всеми любим, он супер успешен, он вот-вот захватит Сицилию, а он показывает нам, что если бы Алкевиад остался, Сицилия была бы захвачена. Карфаген и мир, и его амбиции будут удовлетворены. Проблема заключается в том, что еще незадолго до того, как Алкевиад отплывает, происходит некий акт нечестия. Кто-то уродует статуи бога Гермеса, или изваяние бога Гермеса, расположенные на улицах Афин. Гермес – это бог воров и демократов. Нападение на Гермеса – это нападение на демократию. Трактуется это происшествие очень просто. Это подготовка к тираническому правлению. И тут же, естественно, обвиняемый находится – это Алкевиад. А Алкевиад говорит – давайте я останусь, мы проведем суд, а потом мы поплывем воевать. Но противники Алкевиаду уговаривают народное собрание таки отправить его в экспедицию. А пока его нет, начинается суд. К суду, значит, пока начинается суд. Так как непонятно, кто сделал и что сделал, к суду начинает привлекать всех. Объявляют награды рабам за то, что они что-то расскажут о своих хозяевах. Начинают пытать тех, кого взяли под арест и так далее и тому подобное. И обвинение начинает разрастаться. У него теперь не одна часть, а две. Обвинение в изуродовании герм и обвинение в профанации мистерий. Причем не просто мистерий, а главных афинских мистерий и влевсинских мистерий. Быть посвященным в илевсинские мистерии и значит быть афинянином, и значит быть гражданином города. А профанация мистерий заключается в том, что либо вы выдаете непосвященному суть мистерий, что является высшей формой преступления, потому что это преступление против города и против богов одновременно, либо издевательство над мистериями. Так вот, трое из присутствующих на Перу сразу после Перу будут обвинены в этих преступлениях. Алкевиат будет обвинен в профанации мистерий и уродовании герм. Элексимах будет обвинен в уродовании герм, а Федор будет обвинен в профанации мистерий. Федор сбежит. Следующий Маха потеряется. Он либо сбежал, либо казнен. Алкевиат бежит, предает родину. И это предательство кладет начало к концу афинского господства и концу афинского полиса. Вы помните, он бежит к спартанцам, объясняет спартанцам, как надо побеждать. Спартанцы начинают побеждать, но и спартанцы не могут терпеть Алкевиада. Эротизм слишком велик. Путарх сообщает нам о сути этого эротизма. Алкевиат, вы помните, что Спарта управляется двумя царями, которые от самого Геракла. То есть это непрерывный род Гераклидов, потомков Геракла. Алкевиат решает улучшить этот род. Он спит со спартанской царицей, женой царя Агида. И не просто спит, а она несет от него ребенка. И естественно, она настолько открыта, ну как и все спартанские женщины. Вы помните, Ильна, это тоже спартанка. В своих отношениях с Алкевиадом, что она даже называет ребенка втихуя Алкевиад. Естественно, Агид, который может терпеть обычное поведение жены, но не может прервать род, начинает за Алкевиадом охотиться. И тогда Алкевиад бежит в Персию. И объясняет Персам, как победить спартанцев и Афинян вместе. Мы видим в Пире, мы видим, что этот момент, поворотный момент в судьбе Алкевиада, вместе с тем в судьбе Афин, описан иначе. Кто занимается нечестием и профанацией мистерий? Кто из присутствующих является посвященным в некие мистерии? В эвлексинские мистерии посвящен все, потому что все присутствующие афиняне. Однако, никто ведь не разглашает эвлексинских мистерий. Некие другие мистерии разглашает некая другая женщина, которая даже не афинянка. А почему она разглашает тайное знание? Потому что она говорит об этом прямым текстом. Сократ, тебе еще, ты явно ничего не поймешь, но я тебе все равно все расскажу. И она разглашает тайное знание. И Сократ разглашает это тайное знание. Иными словами, Платон отвечает на обвинение Алкевиада классической шуткой. Толпа думает, что Алкевиад профанировал эвлексинские мистерии. На самом деле, Алкевиад опоздал на пир. Алкевиад ничего не профанирует. Профанирует Сократ. И эти мистерии, которые он профанирует, не явлевсинские. Но тут есть подвох. Дело в том, что точно так же, как идиотима начинает говорить языком мистерий, у нее есть специфическое слово «посвященное и непосвященное», точно так же пьяный Алкевиад начинает говорить языком мистерий. И говорить «все непосвященные, заткните уши». Но он-то о чем будет говорить? Он будет говорить об их любовной ночи с Сократом. О попытке соблазнить Сократа. Все непосвященные – это все незараженные философской манией. Хорошо. Итак, мы знаем, когда происходит диалог. И мы знаем, какова историческая подоплека. На самом деле, есть еще одна, потому что мы ведь понимаем, что диалог-то происходит в 416-415-м. Но ведь рассказывается он не тогда, а гораздо позже. И мы попытаемся ответить на вопрос «когда?» Когда начнем читать? Да. Я вот не очень думала, каковы обвинения Алкевиада. Почему именно он виноват в израиловании? То есть как бы это мог бы сделать кто угодно? Да, смотрите, Алкевиад находится на пике. Алкевиад – это тиран, воспитанный философом. Его подозревают в тирании. И, естественно, Фукирид описывает это следующим образом. У его противников появляется предлог. И главное, он ничего не может сделать в свою защиту, потому что он уплыл. Ну, хорошо. А в пропанации вистрии он это вообще не уплыл? Он уже, смотрите, изначальное обвинение в израиловании Герм – это обвинение, выдвинутые при Алкевиаде. Потом он уплывает, начинают хватать всё новых и новых и новых людей. И обвинение ширится, 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 ширится. То есть не уговаривают? Конечно. Но это для нас не так важно. То есть как там было в истории, потому что Фукидид приводит оба обвинения. Ксенофонт приводит только профанацию мистерии. Он о Гермах не упоминает вообще. Но такой уж историк Ксенофонта. То есть это всё второстепенно. Важно заметить, что Федор обвинён в одной пловине, Эликсимах в другой, Алкевиад в обоих. И в этом смысле он превосходит их обоих. И вы сейчас перепроверили, и Эликсимах... Да. Да, а Федор – это профанация мистерии. А то, что Федор избегает Эликсимаха и чинает, это всё так же стоит? Да, да, да. То есть про Федора мы точно знаем, про Эликсимаха не знаем. Мы должны поговорить о действующих лицах и вообще о том, как разворачивается диалог. Вы помните из государства Платона, что Платон, когда описывает теорию идей, я беру всё это в кавычки, очень любит играть в отражение. Мы видим стол, но стол – несовершенный стол. Есть идея стола. И потому реальный стол – это несовершенное отражение идеи стола. Затем вместо простого отражения в зеркале начинается целый цикл отражений. Потому что есть, помните, есть отпечаток в воске, есть отражение в воде, есть отражение в зеркале и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, ту профанацию, которую совершает Скрат, мы увидим это чуть-чуть позднее. Я забыл сказать, смотрите, я вспомнил, да, да. Извините, пожалуйста, давайте мы вернёмся назад, потому что есть ещё одна связь, и я удивлён, что вы о ней не напомнили. Из 35 диалогов Платона 24 являются перформативными, то есть они разворачиваются прямо у нас на глазах. 5 являются нарративными, то есть они рассказаны кем-то. И 6 являются смешанными. Мы видим, как действие начинается, а затем действие перерастает в пересказ. То есть они являются нарративно-перформативными. Или перформативно-наративными, как угодно. Из всех диалогов нарративного и смешанного типа не рассказывает лично Сократ только три. Это Парменид. Этот диалог рассказан Кефалом через почти 20 лет после смерти Сократа. Понятно, почему Сократ не может его рассказать. Он мёртв. Это Фидон. Его рассказывает Фидон сразу после казни Сократа. Понятно, почему Сократ не может его рассказать. Он мёртв. И это Пир. который рассказан Аполлодором со слов Аристодема, который живой Сократ подтверждает лично. Сократ жив, но он не может рассказать этот диалог. Почему? Причина, как минимум, такая же смертельная, как и смерть Сократа. Такая же серьезная, такая же уважительная. И мы попытаемся понять, почему, что это за причина, которая не дает Сократу рассказать этот диалог. Возвращаемся к отражениям, отражения, отражениям. Сократ профанирует в кавычках некие мистерии. Но мы не видим, как он этого делает. Мы слышим, как Аполлодор рассказывает нам, неким товарищам, сейчас об этом поговорим подробнее, рассказывает неким товарищам о рассказе Аристодема, который присутствовал на пиру. Проблема заключается в том, что в своем еле пир – это рассказ Сократа о его диалоге с диатимой. Поэтому получается, что перед нами не отражение, отражение, а перед нами отражение, отражение, отражение. Воспоминания Аполлодора, о воспоминаниях Аристодема, о воспоминаниях Сократа. Все настолько искрено, что Сократу нельзя ничего предъявить. Ну, слышали там, мало ли что слышали. Да, 10 лет назад это все было, поэтому... При этом мы видим, что Аристодем и Аполлодор – не друзья. Они не товарищи. Более того, мы видим, что этот диалог не рассказан Аристодемом, хотя Аристодем – это непосредственный свидетель. А рассказан Аполлодором. И Аполлодор – не друг Аристодема. Мы увидим это в диалоге, потому что те вещи, которые Аристодем знает и рассказывает, Аполлодор не знает и замалчивает. Есть такие моменты, об этом мы поговорим, когда будем уже читать, которые невозможно объяснить, если только не сесть за тот факт, что Аполлодор намеренно вылезает Аристодема из пиро, но не может вылезать реакцию Сократа на речь Аристодема. Потому что он не знает, какая из реакций Сократа реакция на речь Аристодема. То есть это не просто пересказ, пересказ и пересказ, а это пересказ, пересказ и пересказ, который при этом еще намеренно включает в себя искажения против своего противника. Все очень-очень забыл. Мы должны поговорить о действующих лицах, поговорив о том, что мы видим перед собой. Первое действующее лицо, с которым мы знакомимся, это Аполлодор. У Аполлодора есть некие интересующие насвойства. Во-первых, Аполлодор это Неофит, он только-только недавно с Сократом. Во-вторых, как и любой Неофит, Аполлодор очень любит Сократа. Вы можете узнать это из меморабилии 3.11.17. Когда Феодота говорит, да, когда Феодота говорит Сократу, а можно я к тебе буду ходить? Помните это? Сократ отвечает, ко мне уже ходят две женщины. Я не помню, кого он называет первого, но второй – это Аполлодор. То есть Аполлодор очень-очень любит Сократа. И в пире мы видим это. Когда Аполлодор начинает рассказывать то, что он начинает рассказывать товарищам, товарищи говорят, мы знаем, что ты, Аполлодор, маньяк. Буквально употребляется слово мания. Или мания, если по-русски. Ты безумен. Почему Аполлодор безумен? Потому что он презирает себя и всех окружающих. Он ни во что не ставит себя и всех остальных. Ставить ни во что всех остальных – это нормально. Но ставить ни во что самого себя – это безумие. Пик этого безумия заключается в том, что он ставит ни во что себя и всех остальных, кроме Сократа. И это и формирует его манию. Естественно, Аполлодор является героем еще одного диалога. Диалога Фидон. В диалоге Фидон, Фидон описывает казнь Сократа, Аполлодор – это первый, у кого не выдерживают нервы. Фидон 117D. Аполлодор начинает рыдать, и вслед за ним начинают рыдать все присутствующие. Следующий, кого мы видим после Аполлодора – это Главкон. Он одногодка Аполлодора, который также неофит. Он только-только начинает следовать за Сократом. Хотя он еще не так любит Сократа, как Аполлодор. Он не маньяк. И его не маньячность заключается в том, что Аполлодор, мы видим, что он практически не разбирается. Он думает, что пир произошел на днях. Хотя на самом деле он произошел 10 лет назад. Почему он так думает? Потому что Главкон – это политический последователь Сократа. Главкон – это брат Платона. И в меморабилии 3.6 мы имеем разговор Сократа с Главконом. Помните, о чем этот разговор? Сократ отговаривает слишком молодого и зеленого Главкона идти в политику. Главкона не интересует Сократ, Главкона интересует политика. Но Главкон – глуп и молод. В государстве Главкон написан как главный ученик. Именно из-за Главкона диалог государства и происходит. Помните, Сократ с Главконом идут с двух праздников. И они встречают толпу мальчишек. И мальчишки говорят, пойдемте с нами. И Сократ говорит, идите лесом. А Главкон говорит, да нет, пойдем. И они идут в дом к кефавую. И начинается государство. В государстве Главкон описан ключевым словом. Любовник. Эрастес. Государство 474 ДЕ. Поэтому Главкон может интересоваться вопросом о пире. Но мы увидим, почему он на самом деле интересуется вопросом о пире, чуть позднее, когда начнем читать. Следующий человек, с которым мы знакомимся, это Алисадем. Алисадем характеризуется следующим образом. Алисадем тоже маньяк. Вслед за Сократом он всегда ходит босоногим. Помните, Алисадем встречает Сократа, умытого и в сандалях. Алисадем никогда не в сандалях, имитируя Сократа. Второе. Алисадем – это открытый атеист. Причем не просто открытый атеист, это открытый воинствующий атеист. Меморабилия 1.4. Разговор с Алисадемом о божестве. Алисадем не просто не признает богов, он смеется над теми, кто поклоняется им. И Сократ пытается заставить Алисадема замолчать. Алисадем тоже болен маньяк. Также, заметьте, как Аполлодор в 173-б говорит, что Алисадем был самым пылким поклонником Сократа. Вот это был и тот факт, что не Алисадем рассказывает нам это, а Аполлодор указывает на две вещи. Первое. Либо Алисадем больше не является поклонником Сократа, либо он мертв. Либо он все еще является поклонником Сократа, но Аполлодор думает, что он самая горячая фанатка на свете, поэтому Алисадем не такая горячая, как он. То есть, помните, как девочки спорят по поводу Сумерек и Эдварда, да? На что ты готова ради Эдварда? Вот я готова на это, а я готова на это. То есть, я и есть самая горячая ваша поклонница, говорит Алисадем. Но, скорее всего, Аполлодор, прошу прощения, но, скорее всего, дело в том, что Алисадем либо перестал быть поклонником Сократа, либо он мертв. Поэтому он не может рассказать нам ничего. Поэтому главкон нуждается в second hand knowledge, в передаче этого знания от кого-то. Алисадем, как участник пира, имеет возраст на момент пира, ему 34. Следующий участник пира – это Сократ. Ему 54. Про Сократа я говорить ничего не буду, бессмысленно. Следующий участник пира – это Агафон. У Агафона есть некоторые свойства. Агафон молод, хотя он не самый молодой из присутствующих, но второй самый молодой точно. Он красив, в него влюблён Повсаний. Агафон вместе с Повсанием… Смотрите, на момент, когда происходит встреча Аполлодора и Главкона, Главкон почему-то не идёт к саму Сократу. Оставим этот вопрос, да? Хотя казалось бы. Но мы знаем, почему Главкон не может пойти к… Мы догадываемся, почему он не идёт к Аристаллину, но мы знаем, почему он не может пойти к Федру, к Федру Эрик Симаху, потому что их уже нет. И мы понимаем, почему он не может пойти к Агафону и Повсанию. Агафон и Повсаний уехали к македонскому тирану Архилаю. Они любили друг друга, ну, по крайней мере, Повсаний любил Агафона, и они вместе уехали. Это будет играть важно потом. Агафон – это трагик, причём популярный трагик. Он только что победил в соревнованиях. Я напоминаю, что когда Стофан выставил свою комедию «Облака на соревнованиях», он занял третье, то есть последнее место. И настолько было разочаровано, что ему даже пришлось переписать комедию. И ещё один момент, ещё даже два. Агафон женоподобен, настолько женоподобен, что Аристафан в своих комедиях заставляет Агафона одевать в женское. То есть у Аристафана есть комедия, где, если мне не изменяет память, Исхилла судят женщины. Они собираются, значит, отомтить Исхиллу за всё его женоненавистничество. Они собираются в большое собрание и собираются провести суд. И Исхилл думает, что делать, в смысле, как себя защитить. И тогда он придумывает гениальную идею. Надо Аристафана одеть в женщину, он очень похож на женщину, надо платье дать. И пусть Аристафан придёт на собрание, Исхилла защищает. В смысле Агафон, прошу прощения. Наконец, последнее. Из Пира 312 ДЕ мы понимаем, что Агафон связан с Продиком. Помните, когда Сократ приходит к Калию в доме Тресофиста. Протагор, Продик и Гиппий. И все они со своей паствой. С Родиком сидят Агафон и Павсаний. С Гиппи сидят Эриксимах и Федор. Вслед за Сократом и Гиппократом находят Алкивиат и Критий. Естественно, у того есть своя паства. Чувствуете, да? Деление на паства. Вот. Для того, чтобы вы понимали. Гиппий это Софист, занимающийся физикой и риторией. То есть он на всё готов за деньги. Он объясняет математику. Он объясняет, как двигаются звёзды. Он объясняет, как работает природа. И он же учит красиво говорить. Протагор это учитель политикэтехне. Он претендует на это. Но Сократ убивает его претензии в Протагоре. Единственный. Значит, когда Сократ входит в дом Калию, ситуация следующая. Вдоль портика, по портику, туда-сюда прогуливается Протагор и его паства. У бара сидят Гиппий и его паства. А в сарае под кучей одеял лежит Продик и вокруг него его паства. И так как Продик лежит под одеялами, не слышно, что он говорит. И Сократ говорит, я хотел бы услышать, но Продик остаётся скрыт. Продик это любимый Софист Сократа, потому что Продик занимается изучением языка. Он всё время задаёт вопрос, что значит амбар, что значит гусь, что значит... Это практически философский вопрос, что есть, но только по отношению к языку. Более того, Продик не просто любимый Софист Сократа. Сократ учится у Продика. Он когда-то был его учеником. Хотя он, конечно, был учеником много кого ещё. Также есть ещё раз свойство, которое мы узнаем уже прямо из пира. Агафон – последователь Горгия, другого Софиста. Горгий занимается только риторикой. Ему посвящён отдельный диалог, о котором мы когда-нибудь говорим. Значит, и Агафон, естественно, любимый. Следует за Агафон Павсаний, влюблённый в Агафона. Павсаний, как и подобает, старше его. Павсанию 34. Павсаний также связан с Продиком. Ксенофонд приписывает Павсанию в своём пире, пир 841, то, что говорит в пире Федор 178Е, а именно, что лучшая армия – это армия влюблённых друг в друга. Ну, потому что им стыдно плохо воевать. И поэтому они всё время дерутся до конца. Ну, естественно, Павсаний вместе с Агафоном уезжает к Архилаю. Следующий – это Аристафан. Аристафан – это комедиограф. Аристафан – непопулярный поэт. Аристафан – это критик Сократа. И критик Платона. Если вы хотите услышать первую нормальную, не аристотелевскую, а нормальную критику идеального государства Платона, вы открываете «Женщины в народном собрании» и читаете, что Аристафан противопоставляет тотальному коммунизму, который придумывает Платон. Почему этот коммунизм никак не будет работать? Естественно, с шутками, прибалутками и сортирным юмором. Аристафан также является первым обвинителем Сократа через Абака. И Аристафан – это единственный из присутствующих консерваторов. Все остальные, наученные софистами, все остальные смотрят как бы вперед, все остальные собираются что-то изменить. И только Аристафан – реакционер. Только Аристафан защищает старые порядки. Хотя, как он защищает старые порядки – это уже вопрос. Помните, что я уже говорил вам, что это во многом оммаж Аристафана. И Аристафан – чуть ли не главное действующее лицо. То есть Платон признает заслуги Аристафана и усилия Аристафана. Следующий – это Эриксимах. Эриксимах – это врач. Это друг Федора. Не любовник Федора. Друг Федора. Он связан с Гиппием, и он обвинен. Я уже говорил, что он обвинен в родовании Германа. Эриксимах – у 32, Аристафан – у 34. Следующий – это Федор. Федор – самый молодой из присутствующих. Ему всего 28. Федор – это любимый. Федор обвинен. Федор связан с Гиппием. И Федор имеет свой собственный диалог. В отличие от всех остальных. Наконец, последний из живых присутствующих – это Алкевиат. Алкевиат обвинен. Алкевиат – ученик Сократа. В отличие от всех остальных. Алкевиат – политик. Ему посвящены целых три диалога. Ну, помимо прочих. То есть, это Протогор, Алкевиат – первый, Алкевиат – второй. Ну, и есть еще несколько диалогов, в которых он просто принимает участие. Ему 35. То есть, видите, здесь все 35 и моложе, кроме Сократа. Самый молодой Федор, затем Акрофон. Наконец, у нас есть персонаж, который не присутствует в Пиле вживую. Это Диатима. Вы видите, когда я говорю Диатима, вы сразу понимаете первое свойство Диатимы, которое отличает ее от всех остальных. Ну, вы убаете, значит, вы знаете. Да, с последовательностью рождения. Женщина, конечно. Диатима – это женщина. Мы поговорим об этом, потому что Пил начинается с того, что единственную присутствующую женщину вгоняют, а заканчивается тем, что прямо такая же женщина возвращается. Пил начинается с того, что Алексей Мах просит флейтистку уйти, а заканчивается тем, что алкевят ведом пьяной подружку флейтисткой в дом к Агафону. Прямо в это собой. То есть между уходом флейтистки и возвращением флейтистки расположена еще одна женщина. Женщину выгнали, но она возвращается. Это Диатима. Диатима также кажется жрицей. Она явно знакома с искусством антике, с искусством предсказания. Хотя она не называется таковой напрямую. Диатима, помимо того, что это женщина и как бы жрица, еще и софист. Сократ издевается на ри. Она называет Эрота идеальным софистом, а он называет ее идеальным софистом. При этом мы увидим, Платон заставляет Диатиму употреблять конкретные словосочетания, которые употребляют только люди, которые ничего не понимают о том, что они говорят. Знаете, как оно звучит? Будь уверен, будь уверен. Если пир начинается с изгнания женщины и заканчивается возвращением женщины, то мы не можем не задать вопрос о роли женщины в пире в целом. То есть о роли женщины в платоновских диалогах вообще. Сократ заявляет, что он ученик Диатимы. Ну, мы знаем, что он много учился. У Платона есть еще только одна женщина, у которой учится Сократ, и только одна женщина, которая имеет диалог с Сократом, пусть и короткий. Это Аспазия. Вы помните Аспазию. Аспазия – это муж Перикла. Та самая женщина, которая бьет Перикла, пишет речь из-за Перикла и заставляет Перикла их учить. А если он плохо выучил, бьет снова. Все это рассказано в диалоге Мениксена. Вы понимаете, что, мы с вами понимаем, соответственно, что упоминание Аспазии и обучение Аспазии есть нападение на Перикла. Есть нападение на политику. Женщина не участвует в политике по определению. Поэтому, когда женщина становится во главе, это явно нападение на политику. И в этом смысле, я говорил вам уже об этом, вы должны были от меня это слышать, философ, конечно, во многом походит на женщину. Давайте я скажу на негативный стереотип о женщине. Ну, например, он все время только и делает, что болтает. Он никогда ничем не занят. Он шляется по своим подружкам, и они о чем-то говорят все время. Вот они в туалете у зеркала что-то обсуждают. Вот они в кафе за столиком что-то обсуждают. Вот они, наконец-то, ночуют друг у друга и тоже что-то обсуждают. Бесконечно-бесконечная болтовня. Именно этим занят философ. И в этом смысле упоминание диатимы не может не быть, или не должно не быть нападением на политику. Каким образом это может быть нападением на политику? Очень простым. Когда пир начинается, пирующие выгоняют единственную присутствующую женщину. Ей не место на пиру. Склад возвращает эту женщину. Я просто могу прям держаться. Давайте. Они там что делают? В целом вообще пир? Они там дяды пирают? Вы говорят, почему пир и не пир? Да, смотрите, смотрите. Сейчас мы об этом поговорим. Давайте, раз вы спросите, вы только потом верните, запомните мою мысль и верните меня на нее. Что они делают? Они празднуют победу Агафона, самого молодого трагического поэта. Он только чтобы вчера победил, вчера было большое празднование, сегодня автопатия. Что они должны делать? Там есть вино, есть еда и есть флейтистка. Вместе все это называется развлечение. Ну, потому что флейтистка это одновременно и, как бы, как это правильно сказать, переносная колонка, и вместе с тем она должна, если, так как она явно несвободная женщина, если они захотят, она начнет развлекать их как следует. Поэтому, когда они выгоняют ее, они одновременно отказываются от вина. Мы не будем пить, мы будем говорить. Естественно, то есть мы не будем развлекаться, наше развлечение будет более высокого уровня. Соответственно, пир заканчивается, когда приходит пьяный алкивиат, светистка и говорит, а ну-ка всем давайте нальем. И все начинают пить по кругу. А, то есть алкивиат был пьян уже... Конечно, алкивиат уже пьяный пришел. Помните, Дионис всегда немного под шофе. Он рядом, не рядом феетистка, и он всегда немного. Так пир как бы заканчивается. На самом деле нет. Теперь важный момент. Женщин нет, потому что нет развлечения. Точно так же, как нет вина. Они не пьют. Отношение политики и философии выглядит на отношении того, что делает Сократ, и того, что делает алкивиат. Смотрите, что делает Сократ? Сократ возвращает женщину в пир, но возвращает ее на словах, и эта женщина не флейтистка, это женщина-жрица, это женщина, обладающая знанием. Что делает алкивиат? Как глупое отражение философии. Он возвращает женщину в пир, но эта женщина-флейтистка, и она, конечно, никакого отношения к диете не имеет, она имеет отношение только к развлечению. Таким образом, мы видим отношение между философским проектом и его политической реализацией. В смысле, если хотите, небольшую шутливую сцену по поводу того, во что превращаются философские проекты, когда их реализует политик. Именно так мы связываем диатиму и аспазию. Нападение на политику. Но если аспазия – это нападение на конкретного политического деятеля, который затеял Пелопонесскую войну, то диатима – это как бы нападение на того, кто затеял вторую часть Пелопонесской войны, которая все и погубила. У диатимы есть несколько свойств других, о которых мы будем говорить, когда будем читать. Это будет потрясающе интересно, потому что это покажет нам, как только мы поймем, когда происходит диалог Аппаладора и товарищей, это покажет нам интереснейшую вещь. А теперь верните меня на… В общем, вы пожащие начали. Да, все, я вернулся, спасибо. Все, что нам осталось понять, это в каком порядке они сидят. Потому что говорят они в том порядке, в котором сидят слева направо. Вы все-таки в том порядке, когда они отвечают? Нет, они сидят по кругу. Начиная вот отсюда и заканчивая сюда. Каждый следующий – это правый от предыдущего. Это будет очень важно. Они сидят в следующем порядке. Первым сидит Федор, и он первым произносит речь. После Федора сидят какие-то другие люди, речи которых Аристодем не запомнил и Аппаладор не приводит. Аппаладор говорит, «Аристодем забыл, я поэтому даже не буду». То есть, смотрите, если мы представим себе, что эти речи, которые мы видим, это некое восхождение от самого низкого уровня эротизма к самому высокому уровню эротизма, нам показывают только первую точку, самую нижнюю, и пять последних нам не показывают промюток. А он огромен. Первый сидит и говорит Федор, затем происходит пропуск, указанный самим Аппаладором, слэш-Аристодемом, затем сидит Павсаний, он второй и говорит вторым, затем сидит Аристафан. Но проблема в том, что когда Павсаний заканчивает свою речь, на Аристафана нападает икота. Он не может говорить, и его место занимает Эриксимах. Это показывает нам, что Эриксимах и Павсаний, который сидит за Аристафаном, что Эриксимах и Павсаний на самом деле близки. В каком смысле? Они оба будут говорить о двух эротах, хотя все остальные будут говорить об одном. И в то же время это показывает нам, что Эриксимах и Аристафан близки, и даже взаимозаменяемы. Мы пытаемся понять почему. Итак, случайность заставляет этих людей нарушить порядок. Но это первая случайность только. Затем происходит интересный момент. Когда Аристафан заканчивает говорить, начинает, происходит небольшая перепалка, ну там всегда интермедиа есть, и начинает говорить Агафон. Агафон сидит после Аристафана. Так ли это? Нет. Потому что, когда приходит Аполлодор, незваный, Агафон говорит ему, иди сядь к Эриксимаху. Иными словами, порядок сидения такой. Ферр, все остальные, Павсаний, Аристафан, Эриксимах, Аристодем, Агафон, Сократ. Скажите мне, разве мог Аристодем, пересказывая пир Аполлодору, забыть свою собственную речь? Нет, не мог. Но ее нет. Его вообще нет. Есть указания на то, где он сидит, но речь отсутствует. Аполлодор уничтожает речь Аристодема. Он забывает ее. Но если речи после Федора забыты, и об этом сказано, речь Аристодема забыта, и об этом никогда не сказано. Это указывает на то, что Аполлодор почему-то не принимает Аристодема. То ли потому, что он самая горячая поклонница, то ли потому, что Аристодем больше нет Сократа. После Аристафана говорит Агафон. После Агафона говорит Сократ. После Сократа вдруг вырывается пьяный алкивиад. Я напоминаю вам, первое вдруг было, когда должен был говорить Аристафан. Вдруг вырывается пьяный алкивиад. Разбит после Аристафана не эксимах? Так в том-то и дело, что должен был говорить Аристафан, а после него эрексимах. Но вдруг у Аристафана приступы коты. Причина это эксимах. Да, поэтому они совершаются вдруг случайная перестановка. А потом кто? А затем вдруг приходит алкивиад. Это решающее вдруг, потому что это ровно то же слово, которое Диатима будет употреблять, когда будет говорить о том, как нам является идея красоты. Вот. А вопрос? Да. Почему, если Платон ну, не знаю, ну, в общем, саград не помню. Почему, если Платон знал, что речь Аристафана она выше, эрексимаха, почему вы изначально не сажали эрексимаху из-за те... сначала Аристафана, а затем эрексимаха? Да, сейчас об этом поговорим. Смотрите, это вторая случайность, приход эрексимаха. Дальше еще один вдруг. Когда Алкивиад превозносит Сократа, и, наконец, между Сократом и Алкивиадом происходит спор, где будет сидеть Агафон. И они, наконец, договариваются, каков будет оконечный порядок сидения. И доступает очередь Сократа превознести Агафона, происходит третье вдруг. Вдруг врывается толпа пьяных людей, и вину начинает течь рекой. Сократ не успевает превознести Агафона. Вот эти три вдруг, вернее, сначала вот эти два вдруг, превращают шесть речей в семь речей, и делает центральной речью речь Алистофана. По идее, четвертым говорит Аликсимах. Три у него с одной стороны говорящих, три с другой. Его речь главная. Но оказывается, благодаря случайности, что главная речь это речь Алистофана. Причем какой случайности? двум случайностям перемена мест и тот факт, что появляется седьмой. Что Платон хочет показать? Если речь Алистофана действительно главная речь, то есть если порядок, в котором они действительно это говорят, это правильный порядок, то Платон пытается нам показать, что правильный порядок невозможно создать. Он может быть только случайно образован. Причем ему нужна не одна случайность, а много случайностей. если вы откроете государство и посмотрите, как Сократ пытается объяснить появление идеального государства, он говорит, возможно такое, что малой тиран и старый философ полюбят друг друга, в смысле совпадают. Но это, говорит Сократ, практически невозможное совпадение. Идеальный порядок, начало идеального порядка существует на совпадении. Это значит, что в отличие от многих других философов, я должен сейчас кошлянуть и сказать Адристофель, в отличие от многих других философов, Платон понимает, что философия, политическая философия, классическая политическая философия в ее сократической половине занимается тем, что изгоняет случай. Фукидит, первая часть классической политической философии, принимает случай. Фукидит не бежит от случая, поэтому политическая философия Фукидита такая страшная. Политическая философия Платона слэш Ксенофонта, слэш Аристотеля такая красивая, потому что тот факт, что они строят города не в реальности, а у себя в голове, где нет места случаю, позволяет им делать их такими красивыми, делать их идеальными. Вопрос, знает ли Платон, что случай рушит планы, что случай уничтожает, случай разрушает классическую политическую философию, что все эти построения на самом деле никуда не могут везти. Именно потому, что сейчас мы начнем делать идеальное государство, и тут кто-то подскользнется. Я приведу вам пример из социалистов-утопистов 18-19 века. Помните все эти идеи коммун? В Москве даже есть магазин, названный в честь такой коммуны «Поланстер». Хороший книжный магазин. Не реклама. Вот. Идея коммуны была очень простая. Давайте мы создадим закрытое общество людей, которые будут на закрытой территории, у которых все будет общее, как Платон завещал. Коммунизм полный. Одинаковая одежда, одинаковая еда, одинаковые кельи с вышкомнатой, одинаковая посуда и так далее, и так далее, и так далее. Расчет был на то, что мы с помощью разума сможем все продумав, создать условия идеального равенства. А происходило ровно то, о чем говорит Алистофан. Когда эти коммуны заселялись, в частности, те же самые «Поланстеры», вдруг начинало появляться неравенство. Каким образом? Среди заселившихся оказывалась самая красивая девушка. И тут же заинтересованные в ней мужчины начинали соревноваться, кто ей, кто ее больше заинтересует, в смысле, кто ей больше чего даст. И как только это происходило, она тут же выдавалась над всеми остальными. В смысле, начиналось неравенство. Неравенство благодаря чему? В смысле, это же случайность, что именно она оказалась наиболее красивой. Вот об этом вопрос. То есть, реализация утопических проектов социалистов-утопистов утонула именно потому, что они не видели то, что видит Платон. Что случайность играет решающую роль во всем. И именно благодаря случайностям, двум случайностям, Алистофан оказывается. И именно благодаря другим случайностям мы не слышим, Сократ не достигает своей цели. Потому что, что мы должны увидеть в конце пира? Как Сократ восхваляет Агафона, конечно. Но врываются пьяные, и никакого восхваления Агафона уже никогда не будет. В конце, когда врывается Алкивиад, между ним и Сократом происходит перепалка. Это перепалка, решающая для нашего понимания. Потому что Сократ и Агафон сидят на одной скамье. Ну, лежат на одной скамье. Алкивиад вырывается. Агафон спрашивает ему, ты третьим будешь? Алкивиад садится между ними и говорит, а кто наш третий? Алкивиад может быть третьим. Он на пике, его амбиции на пике. Политик не бывает последним. Алкивиад садится между Агафоном и Сократом. Так что последняя тройка, Агафон, Алкивиад, Сократ. При этом Сократ последний. Затем он видит Сократа. И говорит, хорошо, Сократ не позволит в своем присутствии восхвалять никого, человека, не Бога. Поэтому Эроса я восхвалять не буду, а буду восхвалять Сократа. Он поворачивается вправо, как и все присутствующие, и начинает восхвалять Сократа. Когда он заканчивается, Сократ говорит, пересядь. Почему? Потому что Сократ пришел сюда за Агафоном, а Алкивиад деляет его от Агафона. Порядок, который Алкивиад создает случайно, следующий. Поэзия, политика, философия. Теперь ваш вопрос, пока я помню. Но Алкивиад все равно сидел слева, и его не справа. То есть он не смог его восхвалять, потому что он не смог его восхвалять. Кто именно не смог его восхвалять? Сократ. Сейчас, сейчас. Именно за этим спор. Сократ говорит, пересядь. Пусть Агафон сядет за мной. И тогда получается, что Сократ выступает за порядок. Политика, философия, поэзия. Это возможно только в одном случае, если его цель это поэт. Алкивиад сопротивляется. Он говорит, да как ты смеешь? Посмотрите, как он меня бьет. И говорит, а давай мы устроим следующий порядок. Агафон сядет между нами. Политика, поэзия, философия. И Алкивиад становится третьим. Алкивиад, который начинает со слов, я никогда не буду третьим. То есть Агафон говорит, третий будешь, кто третий? Не я третий. Я не могу быть третьим. Заканчивая тем, что он говорит, давай я буду третьим. Проблема заключается в том, что Сократ, естественно, хочет побеждать. Побеждаясь, молчаливо согласие Агафона. Агафон не понимает, что происходит. Он не возвращен с Сократом. Он не в курсе. Он говорит, ну Сократ хочет, чтобы я сел. И я сяду. Причем, смотрите, Сократ применяет именно вашу логику. Он убеждает Алкивиада следующим. Каждый должен восхлавить соседа справа. Алкивиад восхлавил своего. Но если Алкивиад сядет в том порядке, но если они сядут в том порядке, в котором хочет Алкивиад, то есть Алкивиад, Агафон, Сократ, а говорил, Алкивиад уже говорил, кто должен говорить следующий? Агафон, а что он должен делать? Восхвалять соседа справа. И Сократ говорит, так не получится, дорогой. Давай мы сядем как надо. И Алкивиад проигрывает. Этот финальный порядок, случайный порядок, в результате того, что приходит пьяный Алкивиад и случается припалка, может, если бы он был трезвый, ему бы удалось отстоять свое место. Делает нам следующую иерархию. Политика, философия, поэзия. Философия в центре. И поэзия самая высокая. Ну, понятно, почему. Если Сократ изначально хотел восхвалить Агафона, почему он сел после Агафона? Он не хотел восхвалять Агафона. Они не собирались восхвалять никого. Восхваление кого-то – это случайность. Они восхваляли Эрос. А Сократ просто хотел сидеть рядом с Агафоном. И сидел рядом с Агафоном. Вернее, как Агафон хотел, чтобы Сократ рядом с ним сел. Об этом мы тоже поговорим, когда будем читать. Да, да. Там есть занимательный разговор, который убивает Повсания. Вся речь Повсания умирает, когда вы возвращаетесь назад и читаете речь Сократа и Агафона вначале. Ну, об этом мы поговорим. Смотрите, у нас появляется седьмой говорящий. При этом мы знаем, знаем, что после Федора следует куча других людей. Иными словами, что Федор отделен. Таким образом, у нас не семь говорящих, а шесть говорящих последними. И эти шесть говорящих последними делятся либо на две группы по три, либо на три группы по двое. Деление на две группы по три подразумевает, что восхождение Повсаний, Эриксимах, Аристафан, Аристафан в центре, помните? Да? Следует восхождению Агафон, Алкивиад, Сократ. Сократ в центре, помните? Сократ и Аристафан как бы оказываются зеркальными друг другу. Даже в том факте, что они в центре сидят по случайности. Ни тот, ни другой в центре сидеть не нужны. Да, но вы выбираете лист прямо? Да, потому что его нет. Точно так же, как нет и всех остальных говорящих после Федора. Наконец, последнее деление, которое я хочу вам предложить. Дело в том, что в конце Сократ говорит, что одаренный мужчина должен быть способен написать трагедию и комедию. А умелый трагик должен быть способен написать трагедию и комедию. И все как бы с этим соглашаются. Я потом обращу на ваше мнение, почему, но дело в другом. Дело в том, что раз в году, или раз в несколько лет, я уже не помню, в городе Дионисии происходят так называемые Дионисийские игры. Три поэта-трагика привозят на Дионисийские игры четыре произведения. Трилогию трагедии, то есть три трагедии, связанные одним сюжетом, и одну сатировскую драму. У нас, к сожалению, нет образчиков ни того, ни другого. Значит, циклоп и есть сатировская драма Еврипида, а сохранившаяся трагедия, трилогия трагедии, это Алистея и Схилла, снова Исхилла и Еврипида. В самом конце, после того, как Алкивиад выскажет свою речь о Сократе, Сократ скажет, не верьте этой селена-сатировской драме. Шесть речей – это три трагедии, а речь седьмая Алкивиада – это сатировская драма. Три трагедии делятся очень легко. Федор и Павсаний говорят о любви к одному – любовь к прекрасному телу или любовь к прекрасной душе. Эрик Симах и Алистафан говорят об одном – они говорят о науке свэш-традиции, то есть о том, что называется номас. Агафон и Диатима говорят о любви к высшему. Агафон – любовь к мудрости, Диатима – она также там называется океаном или морем прекрасного, а Диатима говорит об любви к идее. Все эти три рассказа трагические, и мы должны увидеть трагедию в них. Легче всего трагедию будет увидеть у Алистафана, потому что то, что Алистафан говорит – это величайшая трагедия. Это вот прямо пик трагического, который только возможен. В двух других случаях или в пяти других случаях придется приложить некоторые усилия, чтобы увидеть трагичность происходящего. В любом случае, таким образом, Платон претендует на высшую форму трагического искусства, на победу в дионисийских играх. Они пишут отвратительные, ничего не значащие детские игры, а я пишу то же самое, в смысле, я пишу философию в образе того же самого. Претензия Платона еще и поэтическая претензия, причем высшая поэтическая претензия. Хорошо. Теперь, когда мы поговорили обо всем этом, наверное, я должен остановиться, спросить вас, есть ли у вас какие-нибудь вопросы, и уже потом мы попытаемся начать читать. Да. Давайте. Вернемся прямо совсем. Протогоры, Эмпирь, как образованный трудовой, можете еще раз сказать, просто я бы не могу сказать, сказали про отражение героев. То, что там одни, почти одни и те же действующие лица. Я даже тогда об этом сказал. Ну, тогда еще раз, значит, Протогоры, Сократ, Продик, Гиппи, со строения... Ученика. И здесь, соответственно... Смотрите, учеников Протогора нет, потому что единственный толковый ученик Протогора, Алкивиад, ушел от Протогора к Сократу. Да. В этом смысле Сократ – это единственный присутствующий софист, и Алкивиад – это его ученик. Учениками Продика являются Павсаний и Агафон. Агафон также еще и ученик Горгия. А учениками Гиппи являются Эрисимах и Федор. Так, а в... А в Пире присутствуют все указанные, то есть ни одного софиста, кроме Сократа, нет, и все указанные присутствуют. Да. И Аристофан, который не является ничьим учеником. И в этом смысле он уникален. Спасибо. У меня вопрос. Нам недавно один преподаватель сказал, что в Платоновском импире он выделил четыре... Ну, точнее, эти герои выделили четыре вида любви. Это правда? Шесть. А три уже по маме? Нет, четыре уже сказал. По маме. Разумеется. Я по-моему. Общепринято, так называемая, в западной литературе в частности, так называемая лестница Диатимы. Она имеет шесть ступней. Мы попробуем через всех из них пройти, но я их уже все назвал. Любовь к прекрасному телу, любовь к прекрасной душе, любовь к прекрасным наукам, любовь к прекрасным обычаям, любовь к мудрости, философия, и любовь к идее прекрасного. И Диатима говорит это очень четко. И так как мы понимаем, что, скорее всего, никакой Диатимы нет, это Сократ отвечает всем присутствующим. Диатима, скорее всего, не исторический пацанаш. Она может быть настоящей женщиной, может быть не настоящей, но о ней никакой информации нет, и в других диалогах она не... То есть аспазию мы можем проверить? И по историкам, и по ксенофонту Диатиму нет. Это понятно, но дело-то в том, что, смотрите, когда я говорил вам об Аристодеме, я упомянул Аристафана и ксенофонта. Когда говорил об Аблодоре, упомянул Минона. Когда мы говорим о Балкевиаде, можно вообще всех упоминать. Даже когда мы говорим об Аспазии, у нас есть как минимум ксенофонд, который говорит про Аспазию. У Диатимы нет, Нинди. Это не имеет значения, вымышленная ли эта женщина или нет. Имеет значение другое. Вместо Сократа говорит она. Значит, Сократу нужна была женщина, чтобы что-то за себя сказать. Я уже указал вам возможность, почему это женщина. Следующий шаг. Ее речь – это не речь, это диалог с Ратом. И это следующий шаг. Этот диалог намеренно нужен нам, нужен Платону для чего-то или нужен Сократу для чего-то. Я постараюсь показать, что этот диалог отражает совращение Агафона. Когда Сократ понимает, что ему не удастся совратить Агафон, потому что мешают другие, Сократ начинает показывать историю совращения. Он себя делает совратимым, а Диатиму – совратительницей. Начало диалога Сократа и Агафона такое же, как начало диалога Диатимы и Сократа. Следующий шаг. Совершенно не важно, что Диатима есть или ее нет. Важно другое. Эта речь Диатимы – не настоящая речь, потому что в этой речи Диатимы, то есть это не настоящий диалог, в этой речи Диатимы Диатима отвечает всем предыдущим и включает речи всех предыдущих в свой диалог. Таким образом, Сократ всем им показывает их недостатки, их провалы, и пытается эти провалы компенсировать. Решающий из этих ответов всем – это ответ Алистофану, потому что он единственный проваливается. Диатима не может отвернуть того, что говорит Алистофану. Но именно потому, что это говорит не Сократ, потому что Сократ может опровергнуть любого, а Диатима ее же проваливается. А она же вроде просто фреетистка, пока она не говорит. Нет, Диатима не фреетистка. Диатима, и при том, напоминаю вам, нигде не сказано, что она жрица. Создается впечатление, что она жрица, потому что она говорит об искусстве Мантике, она происходит из места, которое называется Монтинея, чувствуете, да, совпадение? И само ее имя, Диатима, значит, чтимая Зевсом. Он нас так и подталкивает сказать, что действительно, вот она жрица, и она посвящает Сократа в тайное жреческое знание, знание об Элосе. Хотя на самом деле, видимо, это не так. Хорошо. Первое ступенье, любовь к обучиям, это любовь поэзии, к традиции и законам, да. Смотрите, это та любовь, за которой будет выступать Аристафан. Потому что шутка в том, что консерватор и реакционер Аристафан скажет, я своей речью попытаюсь ввести новый обычай. Еще какие-нибудь вопросы есть? Или будем начинать читать потихонечку? Ну, тогда будем, давайте начинать читать. Сейчас будем разбираться. Когда Акафон разговаривал с Сократом, то, что спривало в основу, в начале диалога где-то инис. По-моему, сразу перед тем, как Акафон начинает говорить, у них с Сократом перепалка. Да. И сразу после того, как он заканчивает, там еще одна перепалка. Но потому что Сократу... То есть, смотрите, когда они начинают ругаться, Федор говорит, а ну-ка, тихо, у нас здесь речи, а не диалоги. И Акафон начинает свою речь. Когда Акафон заканчивает, Сократ начинает ныть по поводу того, что вы все, значит, меня обманули. Я здесь бедная овечка, а ну-ка, дайте мне говорить, как я хочу. И тогда Федор говорит, ну-окей, давай. И начинается диалог с Акафоном, который перерастает в диалог с Диатимой. Причем, помните, что диалог с Диатимой начинается ровно там, где заканчивается диалог с Акафоном. И Сократ говорит, вот то, что я тебя заставил признать, меня заставил пинать Диатима, а теперь поехали дальше. Вот об этом речь. Хорошо. Я вспомнил, чего я забыл сказать вам в описании Аполлодора и Аристодема. Извините за это. Мне кажется, это очень уместно. Дело в том, что... Смотрите, на этом Перу и в этом произведении есть два главных любителя Сократа. Два главных зараженных... Значит, они все, с точки зрения Алкивиада, они все заражены философской манией. И он даже по именам их перечисляет в конце. Но, с точки зрения самого диалога, философской манией заражены только трое. Сократ, Аристодем и Аполлодор. Мы должны понять, что их объединяет. Очень просто. Когда мы начинаем читать, а главкон, подбегая к Аполлодору, говорит, «Эй, Аполлодор, фалерский житель». Шутка в том, что... Фраза, которую он употребляет, это игра слов. «Фалерский житель» намекает на то, что Аполлодор лысый. Ну, в смысле, как? Это что, это типа фразеологизм? Да, 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 да. Вы можете открыть, наш комментатор Луофиф об этом говорит в соответствии с Носки. Одно греческое слово «хоть на другое», поэтому звучит, как «эй, лысый». Да, значит, Аполлодор лысый. А мы знаем, что они с главконом одного возраста. Разве можно быть лысым в таком молодом возрасте? Нет, нельзя. И это значит, что Аполлодор каким-то образом уродлив. Затем, когда мы переходим к Аристодему, помните, я говорю вам, что Ксенофонт пишет в 4 главе первой книги, в 4 главе первой книги, об столкновении с Аристодемом. Так вот, у Аристодема есть кличка «Аристодем-карлик». Аристодем тоже уродлив. Решающий момент. Сократ уродлив по определению. Уродство и философия каким-то образом связаны. Эти уроды, они все также еще и маньяки, в смысле, выраженные манией. И это тоже их объединяет. Разница в чем? Кажется нам, по прочтению диалога, что Аполлодор неумерен. Он презирает себя и окружающих, открыто презирает. И Аристодем неумерен, он открытый и воинствующий атеист. Но Сократ умерен. И это значит, что Аполлодор и Аристодем – это не настоящие ученики, им чего-то не хватает. Несмотря на то, что они оба, как и Сократ, уроды, и оба, как и Сократ, как бы стремятся к философии, они оказываются неспособными к ней. И в этом смысле уродство – это, хотя и первая, но единственная квалификация для того, чтобы быть нормальным философом. Вот теперь мы, наверное, можем начинать читать. Вы понимаете, что вы, когда начнете читать, вы всегда будете читать. Всегда должны будете приходить и читать. Да, хорошо. Я нормально там все же сижу? Да, да, да. Аполлодор и его друг. К вашим расспросам я, по-моему… Сразу плохо, потому что, конечно же, никакой это не друг. А это классический гетарос, и причем не друг, а друзья, это товарищи. Смотрите, давайте, давайте, давайте. К вашим расспросам я, по-моему, достаточно подготовлен. На днях, когда я шел в город из дома, из фалера, один мой знакомый увидал меня сзади и шутливо окликнул издали. «Эй!» – крикнул он. «Аполлодор, фалерский житель, погоди-ка!» Этого достаточно. К вашим расспросам я, по-моему, достаточно подготовлен. Аполлодор знает, что его собираются допрашивать. Собираются допрашивать кто? Товарищи. Эти товарищи никак не связаны с философией. Они не могут интересоваться философией. Мы видим это, потому что они… Как они относятся к Аполлодору? Они говорят, ты сумасшедший, ну ты ненормальный. Едва ли философ может назвать другого философа, у которого он собирается чему-то научиться? Ненормальный. Кто эти товарищи? Кто это? Кто эти товарищи, которые интересуются философией, и потому интересуются Сократом, и потому интересуются, что случилось на Перу? Это мы с вами. Это читатели. Аполлодор обращается к нам как к товарищам, потому что, с одной стороны, мы еще не вошли в инициацию. Мы еще не близки к Сократу, как он близок. А с другой стороны, мы собираемся стать близки к Сократу ближе, чем он, потому что у него есть предел, который мы как товарищи не терпим. Он маньяк. Это предложение, позвольте мне воспользоваться оригиналом, чтобы не обмануть вас. Это предложение по-гречески начинается со слов «я по-моему», доку мой. Это предложение подразумевает максимальную субъективную оценку происходящего, максимальную субъективность. Но дело не только в этом, дело еще кое в чем. Точно так же начинается еще одно предложение, еще одна речь, которая будет в собутрии самого пира. Это речь Аристофана. А Паладо, говоря доку мой, инициирует нас в философию. Но он маньяк, он не понимает, что говорит. Еще один человек, говоря доку мой, также инициирует нас в философию. Но он понимает, что он говорит, потому что он не маньяк, он критик. Мы должны были, и поговорим с вами обязательно, я надеюсь, что вы напомните мне об этом, поговорить о разнице между трагическим поэтом и комическим поэтом. Потому что помимо того, что Аристофан как комик неудачник, а Агафон как трагик очень удачлив, трагедия и комедия – это все-таки разные жанры, и у них разные свойства. И, соответственно, кто-то из них должен быть по определенной лучше другого. Я имею в виду трагический поэт и комический поэт, а не Аристофана. Давайте перейдем к «на днях». «На днях» – это хорошее замечание. «На днях» – это когда. В смысле, с самого начала мы должны ответить на вопрос, когда происходит этот диалог. К Аплодору бегает в Афон. И что же происходит? Я остановился, подождал. «Аплодор», – сказал он, – «а ведь я как раз искал тебя, чтобы расспросить о том пире и логофона, где были Сократ, Алкивиат и другие, и узнать, что же это за речи там велись о любви». Главкон собирается узнать о речах о любви, но он знает только очень поверхностные и простые вещи. Он знает только три имени участников и тему беседы. Он даже не знает, когда она произошла, потому что он думает, что она произошла недавно. Спустить вниз на 172С – это что-то, Главкон. «Да что-то, Главкон», – воскликнул я. «Разве ты не знаешь, что Агафон уже много лет здесь не живет? А с тех пор, как я стал проводить время с Сократом и взял за правило ежедневно примечать все, что он говорит и делает, не прошло и трех лет. Достаточно, достаточно. Не прошло и трех лет. Смотрите, Главкон только что инициирован в философии. Главкон только что начал встречаться с Сократом. И почему-то он думает, что тут произошел только что. Главкон не знает, что Агафон давно уехал. Допустим. Ну, мало ли, не интересует его поэзия, тем более трагическая поэзия. Ну, он такой, да? Он недалекий. Но возникает проблема. Кто три присутствующих на пиру человека, которых знает Главкон? Алкивиат, Сократ и Агафон. Он не знает, что Агафон уехал. Но как он может не знать, что Алкивиат уехал? Его же, блин, приговорили к смерти. Его же, блин, за ним отправили корабль, чтобы вернуть его. Это знают все. Более того, помните в 3.6 у Ксенофонта в Меморобилии? Главкон хочет в политику. Главкон это мальчик, который хочет в политику. Это младший брат Платона, который хочет в политику. Как он может не знать, что Алкивиада осудили и знали, и ему давно нет? Пир, думает, он был только вчера. Как это возможно? Он настолько недалек? Едва ли. Слишком большое событие. Мы знаем, что в 407 году Алкивиат вернулся. Алкивиат вернулся, когда стало понятно, что война без Алкивиада будет полностью проверна. И афиняне возвращают его. И тут же делают его фактически тираном. Руководителем сухопутных и морских сил афинской державы. Согласно ксенофонту, он пробудет в Афинах всего три месяца. Уедет воевать и после этого уже никогда не вернется. Иными словами, пир актуализируется для Главкона тем фактом, что Алкивиат вернулся. Эта беседа не могла быть давно, потому что Алкивиат провел в Афинах всего три месяца. Она только что случилась. Что это значит для Главкона, или для нас с вами вернее? Что Алкивиат достиг пика своего. То есть, когда происходит пир, Алкивиат на пике, они отплывают на Сицилию. И когда происходит разговор о пире, Алкивиат на пике, он только что вернулся с триумфом. Сейчас он уплывет, всех победит и все будет хорошо. Алкивиат на пике – это Афины перед полнейшим развалом. И Алкивиат на пике 2 – это Афины перед полнейшим развалом. Потому что, когда Алкивиата снимут с командования и скажут ему больше сюда не приходи, демократия проиграет, Афины полностью рухнут, и наступит тирания 30-ти во главе с Критием и Хармидом, другими учениками Сократа. Таким образом, так как Алкивиат был всего три месяца в Афинах, мы знаем, то есть Платон указывает на дату, когда происходит это событие. То есть событие разговора Аполлодора, товарищей и Главкова. Это имеет решающее значение для нашего будущего. Почему? Потому что между 417, 416, 415 и 407 проходит ровно 10 лет, примерно 10 лет. И когда Сократ будет представлять всем присутствующим диатиму, он должен будет объяснить всем присутствующим, а зачем здесь нужна женщина. И тогда он скажет, диатима обладает невероятной мудростью, потому что она отодвинула афинскую чуму на 10 лет. Теперь решающий момент. Нам кажется, ответ очень простой, диатима отодвигает афинскую чуму на 10 лет. Соответственно, чума – это величайшее бедствие, которое случилось с афинами до Алкивиада. Соответственно, речь Сократа о диатиме, осуждение Алкивиада и его бегство отодвигает тиранию Алкивиада на 10 лет, которая потом обернется величайшей катастрофой, одной из величайших катастроф. Проблема заключается в том, что чума началась вместе с войной. Чума началась на второй год войны. А это значит, что если диатима отодвинула чуму на 10 лет, куда она ее отодвинула? В начало войны. Афины проиграли начало войны, потому что началась чума. Если бы они переболели чумой 10 лет ранее, они бы добрались до войны в полной силе. А так, из-за того, что чума началась вместе с осадой Архидама, они ничего не могли противопоставить спартанцам, они могли их разбить в открытом бою. Причина поражения Афин – это чума. Но чума – это ровно то, что отодвинула диатима. За этим, конечно же, над этим, естественно, надо думать. То есть, Платон вставляет нас в... Ну, то есть диатима получилась... Получается, она подхуже Афина? Вот. Она сделала лучше или хуже? Тот факт, что Аукивиад изгнан и потерпел поражение – это факт лучше или факт хуже? И для кого? Так как мы занимаемся изучением классической политической философии, наш вопрос всегда – это для кого для философа? Отодвинуть чему на 10 лет – это хорошо для философии или плохо? Отодвинуть Аукивиада на 10 лет – это хорошо для философии или плохо? И мы должны держать этот вопрос в голове, потому что мы не можем на него ответить до тех пор, пока мы не знаем, что такое философия. Или кто такой философ? В смысле, кто такой Сократ? Как только мы поймем, кто такой Сократ, мы поймем, что для Сократа хорошо, а что для Сократа плохо. И тогда мы поймем, отодвинуть чему на 10 лет – это правильное решение или неправильное. Хорошо. Вернитесь назад, нас это будет интересовать. Итак, для Главкона актуализация Эпира – это сугубо политическая актуализация. А Укивиад здесь, а ни про какого Гафона он слыхает, не слыхает. Проблема в том, это ученик Сократа, который не идет к Сократу. Мы не слышим, как Главкон расспрашивает Сократа. Почему? Ответ ровно тот же, как и ответ на вопрос, почему Сократ не рассказывает этот диалог нам сам. Сократ никогда не расскажет этот диалог. Все остальные он расскажет, кроме тех, в которых он умер. А этот – нет. Причина тяжелейшая. И поэтому Главкону тоже приходится, как и нам с вами, брать третистепенное знание. Один человек рассказывал мне о них со слов Феникса. Феникса, конечно. Сына Филиппа. И сказал, что ты тоже все это знаешь. Проблема вот какая. Очевидно, пир – тема популярная, раз они знают всякие Фениксы сына Филиппа. Проблема в том, что мы не знаем, кто такой Феникс. О нем не сохранилось никакой информации. В других диалогах Платона его нет. И потому эта отсылка для нас умерла. На самом, ничего толком не мог сообщить. А потому расскажи-ка мне обо всем этом ты. Ведь тебе больше всех пристало передавать речи твоего друга. Но сначала… Да, остановитесь. Значит, Феникс знает о событии, и он интересуется событием, но он ничего не может сказать. Событие популярно, но оно остается туманным. Никто не обладает знанием о нем. И Главкон, естественно, бежит к Аполлодору, потому что он уже давно с Сократом больше, чем сам Главкон. И очевидно, он не бежит к Аристодему, потому что Аристодема нет. Смотрите, так как Главкон знает, что на первую всего три человека, он не бежит к друзьям Алкевиада или друзьям Агафона, они явно еще здесь. Он бежит к другу Сократа, потому что Сократ для него решающий из этих трех. Иными словами, он бежит к Аполлодору по незнанию. Его не интересуют другие версии произошедшего, которые, очевидно, есть. Но сначала скажи мне, присутствовал ли ты сам при этой беседе или нет? Так как Главкон думает, что беседа произошла недавно, очевидно, он думает, что Аполлодор тоже там был. И я ответил ему, видимо, тот, кто тебе рассказывал, и впрямь не рассказал тебе ничего толкового, если ты думаешь, будто беседа, о которой ты спрашиваешь, происходила недавно, так что я мог там присутствовать. Да, и они с Главконом очень молоды, чтобы это имело возможность. Да, именно так я и думал, ответил он. Да что ты, Главкон, воскликнул я. Разве ты не знаешь, что Агафон уже много лет здесь не живет? Я возвращаюсь к государству и идее, обсуждаемое в государстве. В государстве обсуждается идея справедливости. Но идея справедливости – это не высшая идея. Высшая идея – это идея блага. Главкон, заинтересованный в политике, а значит, заинтересованный в справедливости, должен увидеть высшую идею. Я говорю идеи, 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 но вы всегда должны слышать очень простую вещь. Никакой теории идеи не существует. И идеи – это такая же невозможность, как идеальное государство. Я приведу вам очень простой пример, дилетантский пример, который поможет потом, в самом конце, когда Диатима будет говорить. Вы должны понимать, что идеи, во-первых, что идеи – это ни в коем случае не категории, не обобщение. Потому что если бы идеи были категориями, мы могли бы помыслить себе, например, идею больной собаки. Но невозможно. Или, например, мы могли бы помыслить себе идею заместителя пиар-менеджера. Это уже невозможно. С другой стороны, идеи должны быть чистыми. То есть их определение – это тот самый чистый идеал. Помните, как Платон задается в самом начале вопросом? В смысле, вопрос об идеях – это вопрос, как мы понимаем, что перед нами человек. Так как мы понимаем, что перед нами человек, а не, например, стол, собака или пень, мы должны иметь в голове какой-то образ эйдес человека, чтобы подводить конкретного человека под эту кальку, под этот трафарет. Соответственно, эйдес – это и есть этот самый трафарет. И очевидно, что этот самый трафарет должен как бы включать в себя всех людей. В смысле, он должен быть идеальным. Такова внешняя теория идей. Но Сократ движется в ней намного дальше, потому что от теории предметов, от идей предметов он переходит к идеям-идеям. К идеям каких-то чувств, каких-то концепций, каких-то выражений. Решающие три – это красота, справедливость и благо. Проблема заключается в следующем. О чем Диатимов будет постоянно напоминать, потому что у нее гигантские трудности с этим возникнут. Если идея – это всегда идеальная идея, то есть чистая идея, нет идеи больного человека. Соответственно, если мы, помните в государстве, если мы ищем нечто справедливое, то мы должны найти сначала справедливое само по себе, идею справедливости. Идея справедливости – только справедливо и ничего, кроме как справедливо. Идея блага – только блага и ничего, кроме как блага. Идея красоты – это только красота и ничего, кроме красоты. Если мы принимаем это деление так, как его описывает нам Платон Сократ Слэш Диатима в Пире, у нас возникает гигантская проблема. Если идея блага может быть только благой, то она явно не может быть ни красивой, ни справедливой. Если идея справедливости только справедлива, то она не может быть ни благой, ни красивой. Если идея красоты только красива, она не может быть ни благой, ни справедливой. Почему? Потому что идея представляет из себя чистое выражение некоего качества, без примесей. А все, что с примесями, то не идея. Смотрите, мы говорим о справедливости. Если мы берем конкретное действие или конкретного человека, совершающего некие действия, или даже берем, как эта идея выражена в государстве, законами, мы можем сказать, что часть закона справедлива, а часть несправедлива. Ну, например, любимый закон АППН. Или там что теперь, писать на заборах всякое запрещают. Ну, как это так? Но идея справедливости сама в себе не должна иметь в себе никаких других примесей. Она должна быть чистой. Я предпочитаю, что вначале, например, чистый оранжевый цвет, но он заключен в красный, желтый. То есть, если справедливо, он может быть красиво, прекрасно. Это хорошее замечание, но в оранжевом, конечно, не заключены все другие цвета. Более, вы же знаете палитру. У нас есть три цвета, которые порождают своим смешением все остальные. Вот эти три цвета, это и есть идеи. И в них никаких других цветов нет. Но идея справедлива была более красивая. Я говорю только об этих трех, и у вас совпадают с тремя цветами, но нет, конечно, это так не связано. Теории цвета тогда, наверное, была не так. То есть, они могут теории, смотрите, идея красоты, справедливости и блага могут смешиваться в человеке или в поступке. Но сами по себе они смешиваются не красиво. Да, 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 да. А, например, красивый человек может быть справедливым. А в каких-то моментах справедливым, а в каких-то несправедливым. Не могут, конечно. Именно идея идеи. Это чистая субстанция. Ну, Сократ нам говорит. А иначе это не идея. То есть мы ищем дел, потому что если мы... Ну ладно, я буду приятен. Нет, нет, нет. Когда мы... Это же хороший вопрос. Он должен показывать, что никакой теории... Моя вся, мой весь шпиль, он должен показывать, что никакой теории еды нет. И никогда не надо на этом зацикливаться. Сократ говорит, что душа – это единственная субстанция, которая является самодвижущейся. Ее ничто не движет, она движется сама. Именно поэтому она движет тело, именно поэтому она движет эмоции. Проблема заключается в том, что когда Сократ Федли начинает описывать душу, он начинает возлагать ее на составные части. Но если у души есть составные части, не значит ли это, что она не может быть самодвижущейся? Иными словами, если у нее есть части, какая-то из них ее движет. Если это так, а в описании, которое дает Сократ Федли, это именно так, то получается, что душа не является ни целой, ни самодвижущейся. То же самое и с теориями идей. Когда в государстве Сократ рисует вам прекрасное облачко теории идей, и думаете, вот как это работает, это так не работает. Я веду вас к тому, к чему я на самом деле веду всегда, говоря о диалогах Платона. Обычно, когда мы говорим о диалогах Платона, мы применяем деление на политические диалоги и философские диалоги. То есть там, где строгая философия, всякие теты, всякие пармениды и прочие ужасы, где там бесконечные какие-то разложения, где диалектика, где какие-то страшные вещи про математику говорятся, и мы вот так вот, как вампиры, от этого шипя отходим. И политические диалоги, которые мы принимаем, которые мы обнимаем и которые мы исследуем. Так вот, в связи с указанными трудностями, я адвокатирую идею о том, что нет философских диалогов Платона. Что все диалоги Платона – это политические диалоги. Иными словами, что вся философия Платона – это политическая философия, и нет никакой философии как таковой. В таком случае, все строго философские диалоги – это диалоги, в которых излагается подкорка, которая потом поможет Сократу вывести такую политику, которую он хочет. А это значит, что вся философия Платона – это инструмент для его подлинных целей. А это значит, что инструмент ни в коем случае не обязан быть законченным, или идеальным, или полноценным. Он просто должен выполнять свою функцию. И, конечно, если вы попытаетесь сегодня где-нибудь в интернетах найти учебник по теории идей, вы, конечно же, ничего не найдете. Никакого учебника нет, потому что никакой теории нет. Эта теория никакая не теория, потому что она и не должна быть теорией. Поэтому, конечно, когда вы ищете дыры в моих словах, их миллион, именно потому что там они и должны быть. Хорошо. Мы немного отвлеклись. Давайте продолжим. Да, смотрите, а был жалок, как любой из вас – это, естественно, общение к нам, к товарищам. Да, смотрите, да то ли он ходил, где придется. Да то ли он был жалок, или да то ли он был доволен собой. Был ли доволен собой Аполлодор до встречи с Сократом? Да. Короткий ответ – естественно, да. Да, иными словами, чему научил его Сократ? Сократ научил его высокомерию. То, что мы называем Гибрисом, потом это будет важно, но то, что здесь называется манией, Сократ научил его знанию о том, что нет ничего лучше занятия философией, а значит, нет никого лучше Сократа. Соответственно, обладая этим знанием, Аполлодор может унижать всех остальных. Тем самым Сократ научил Аполлодора высокомерию. Это высокомерие применяется и к себе самому, потому что он тоже ничего не стоит. Все ничего не стоят, кроме Сократа. Но это Сократовская сна. К примеру, как ты теперь, если ты думаешь, что лучше заниматься чем угодно, только не философией? Чем смеяться над нами, ответил он? Лучше скажи мне, когда состоялась эта беседа? Да. Естественно, товарищи не хотят слушать унижений в свой адрес, но они заинтересованы, как и в Главкон. Они тоже не подозревают, когда же именно произошло то, что произошло. И тут нам выдают точную дату. Во времена нашего детства, отвечал я, когда Агафон получил награду за первую свою трагедию на следующий день после того, как он жертвоприношением отпраздновал эту победу вместе с Харектой. Достаточно. Это точный день, это точная дата, это точная дата вплоть до дня, вы видите, а на следующий день и случился пьет. Давно, оказывается, было дело. Кто же рассказывал об этом тебе? Не сам ли Сократ? Нет, не Сократ, а тот же, кто и Фениксу. Некий Аристодем Кедофин. Заметьте, Аполлодор говорит, Феникс ничего не знает. Почему? Хотя у них один и тот же источник. Почему Феникс ничего не знает? Ну, конечно, правильно, естественно, он не хочет, чтобы у присутствующих был альтернативный источник Аристодема. Почему? Потому что там будет речь Аристодема. Он говорит, этот ничего не знает, я знаю. И он доказывает свою ситуацию, свое превосходство последней фразой. Впрочем, и самого Сократа я кое о чем расспрашивал, и тот подтвердил мне его рассказ. Да. В отличие от Феникса, Аполлодор ученик Сократа, последователь Сократа. И Сократ подтверждает, то есть Сократ лично ручается за то, что все это было. Естественно, едва ли Аполлодор узнавал у Сократа какие-то детали, и едва ли Сократ эти детали рассказывал. Главное здесь то, что Сократ ручается, что все это было, и было примерно так. Но вернитесь назад, потому что нас интересует Аристодем. Аристодем из... Ну вот этот маленький такой, это значит карлик, и всегда босононий, след за Сократом. Он присутствовал при этой седе, потому что был тогда, кажется, одним из самых пылких почитателей Сократа. Да. Это то, о чем мы уже говорили. Это обвинение. Так почему бы тебе не поделиться со мной? Ведь по дороге в город удобно и говорить, и слушать. Да, извините, мы возвращаемся к самому началу. К вашим расспросам я, по-моему, достаточно подготовился. И здесь это самое. Товарищи действительно заинтересованы в философии Сократа и в пире. Вот моя веливая путебеседа об этом. Поэтому я и чувствую себя, как я уже заметил в начале, достаточно подготовленным. Если вы хотите, чтобы я рассказал все это и вам, то будет по-вашему. Заметьте, Апплодор чувствует себя достаточно подготовленным, потому что он только что, буквально день назад, рассказал все это к хрону. Он освежил это все в памяти. Ведь я всегда безмерно рад случаю вести или слушать философские речи. Не, люди, вы пропустили. Вы пропустили что-то. И если вы хотите, чтобы я сказал это вам, пусть будет по-вашему. Ведь я всегда безмерно рад случаю вести или слушать философские речи, не говоря уже о том, что надеюсь извлечься в какую-то пользу. Зато когда я слышу другие речи, особенно ваши обычные речи богачей и дельцов... Да. Особенно ваши обычные речи богачей и дельцов показывают обычно в западной литературе, что товарищи – это как раз богачи и дельцы. На меня нападает тоска. И мне становится жаль вас, моих приятелей. Моих товарищей. Моих товарищей. Потому что вы думаете, будто дело делаете, а сами только напрасно время тратите. Достаточно. Смотрите, Аполлодор говорит ровно то, что в самом конце говорит Алкевиат. Все речи не имеют значения, кроме философских речей, кроме речей Сократа. И только когда я слышу речи Сократа, говорит Алкевиат, я чувствую, что живу. А когда я слышу все остальные речи, я ничего не чувствую. Аполлодор чувствует примерно то же самое. Значит ли это, что Аполлодор и Алкевиат находятся примерно на одном уровне инициации? Или всякий любитель философии, всякий любитель мудрости живет только когда слышит или говорит красивые речи? Хорошо. Это был вопрос, ну ладно. Следующее. Это речь, речь Аполлодора, это речь для своих, но это не речь для философов. Это речь для торговцев и богачей. Они максимально далеки. Быть может, Аполлодор собирается скрыть что-то от нас. В смысле, мы знаем, что он собирается скрыть речь Аристадема. Но, может быть, он собирается скрыть что-то еще именно потому, что мы недостаточно близки к Сократу? И если он скрывает что-то еще, а что-то не скрывает, не можем ли мы, отталкиваясь от того, что мы видим, подумать над тем, чего мы не видим? Подумать над тем, что там должно быть, но чего нет? Вы же, может быть, считаете несчастным меня, и я допускаю, что вы правы. Что несчастны вы, это я не то, что допускаю, я знаю твердо. Да, и Аристадем, естественно, закачивает с высокомерием, своим гюбрисом и унижением своих товарищей. Здесь есть еще одно замечание, которое будет нас интересовать, когда речь пойдет прямая от Алкевиада. А именно, что все, что делают обычные люди, вот эти ваши обычные речи среди богачей и дельцов, все это не настоящие речи, все это бессмыслица. В апологии, когда мы дойдем до Алкевиада, я назову вам цифру, в апологии Сократ говорит, что всю свою жизнь он на рыночной площади пытался убедить людей, что главное в жизни это не деньги и слава, и заботиться надо не об этом. Главное в жизни это знание, душа и добродетель, и заботиться надо именно об этом. Знание, душа и добродетель – это классическая триада, практически христианская триада. Она христианами будет немножко заменена. Смотрите, мы спасаем душу, мы делаем душу добродетельной с помощью знания. Вот все три элемента, вот как они соединяются. У христиан будет другое – вера, Бог и душа. Мы спасаем душу, веря в Господа нашего. Та же самая цель, та же самая троица, только другие цели. Проблема заключается в том, что когда Сократ говорит, «Я ко всем вам приставал и всех вас убеждал». Мы спотыкаемся и задаемся вопросом, кому он приставал? Он говорит, что приставал к политикам, отцам и поэтам. Но все диалоги – это диалоги с молодежью, которые не являются ни политиками, отцами и поэтами. Более того, он говорит, что он делал это всегда и публично, открыто, на рыночной площади. Но существенная часть диалогов происходит за закрытыми дверьми, тет-а-тет или в узкой группе. Мы не от иного диалога, который бы происходил на рыночной площади. Не значит ли это, что учение Сократа о душе, добродетели и знании – это публичное учение, не настоящее учение? Особенно если учесть, что в начале Апологии Сократ говорит, «Я знаю только то, что я ничего не знаю. И я явно знаю больше, чем все вы вместе взятые». Сократ знает, что знания нет, но учит других, что оно есть и что оно спасает души. Мы попробуем сейчас, мы попробуем зацепиться за этот момент, когда наступит решающий день. В государстве, как и в Миноне, как и, быть может, в Тейтете, я не смотрел, Сократ учит нас о бессмертии души. И Федрый, Сократ учит нас о бессмертии души. Помните знаменитая теория репоминания Сократа? Когда душа… Это Платон, это Платон. Ну, это Платон, ну, все, что от Сократа, все Платоновское, да? Когда душа перед рождением постигает бытие, поднимаясь вверх, на той самой колеснице двумя однокрылыми конями, один из которых уродливый, а второй красивый, а у самой души уже нет крыльев, поэтому она должна подниматься с помощью колесницы, и она поднимается не строго вверх, а по наклонной, видит там бытие, созерцает это бытие, схватывает его и, рождаясь, может его помнить. И чем выше она поднималась, тем и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, это все возможно только на одном условии – бессмертие души. Но здесь в пире Диатима прямым текстом скажет, что душа не бессмертна, что бессмертие души невозможно. И опять же, это юридическое, юридическое, как кавычка, учение высказано не Сократом, а некой непонятной женщиной давно, и Сократ по памяти, а мы по памяти, памяти, слышим это от них. И тут, да, и тут у вас вьетнамский флешбек, да? Хорошо. Если еще какие-нибудь вопросы, пока мы не вернемся к чтению. Да, вы сказали, но Сократ, знаешь, что знания нет, знания нет или он просто до него еще не добрался? Вариант два. Либо знания нет, потому что он не мог до него добраться в 70 лет, либо оно есть, но оно недоступно. То есть, и тогда смысла его искать тоже нет. С вами надо Аполлогию читать, но у вас тут есть свидетельницы чтения Аполлогии, можете в них рассчитать. Всегда-то ты одинаков, Аполлодор. Вечно ты поносишь себя и других, и кажется решительно всех, кроме Сократа, считаешь... Это часть, часть, ну да, давайте, считаешь. Кроме Сократа, считаешь достойными сожаления, а уже сидя самого в первую голову. Это очень важно. Помимо того, что все трое, Сократ, Аристодем и Аполлодор, это уроды, помимо того, что все трое заражены философской манией или гюбрисом, пока что, как нам кажется, они также решительно ничем не довольны. Это одно из ключевых свойств философа, которая нам будет важна. Сократ делает то, что он делает, потому что он решительно недоволен той ситуацией, в которой находится. Если бы он был доволен, он бы ничего не делал. Об этом будет говорить, конечно, Агафон, но идея такая. Если счастлив, тебе ничего не надо. Счастье – это состояние довольства. Счастье – это то состояние, в котором боги пребывают. Именно поэтому богам все равно относительно людей. Если вы счастливы, вы цельны, вы полноценны, вы ни в чем не нуждаетесь. То есть, Аристодем, как и Аполлодор, как и Сократ, чем-то недовольны. За что прозвали тебя бесноватым? Бесноватым, маньяком. Буквально там стоит манья. В Федре Сократ будет говорить, что... Так как мы не будем читать Федора подробно, давайте я пытаюсь суммировать, что высшая форма рационального поведения или высший результат поведения, который мы считаем рациональным, достижим только тогда, когда сама эта форма перестает быть рациональной. Высшая рациональность – это безумие. И Сократ приводит в пример поэтов и жильцов. И в этом смысле безумие – это мания, в буквальном смысле. Безумие – это мания. И в этом смысле тот факт, что Аристодем – весноватый, то есть маньяк, подразумевающий, конечно, маньяк в отношении к философии. Философия – это высшая форма безумия. И именно потому, что это высшая форма безумия, она выглядит абсолютно... Она является абсолютно рациональной. Она является пиком рациональной. То есть философ максимально рациональными средствами преследует максимально безумную цель. Что это за цель? Диатима скажет, философия – это обитание в океане красоты и созерцание суперидеи и блага. Суперидеи и блага, которые она смешивает с идеей красоты. Мы увидим это о том. Проблема в том, что все пять ступеней лестницы Диатимы, которые шли до момента, до финала, до созерцания идеи блага, эти пять ступеней нужны были для того, чтобы созерцать и рождать в красоте. Помните, да? Эрос – есть желание рождения в красоте. Последняя ступень, а именно созерцание идеи красоты с вашей блага, подразумевает, что вы не можете с ней взаимодействовать. Мы увидим это, когда будем читать. А значит, рождение невозможно. Возможно только созерцание. Цель Эроса – это бессмертие. Бессмертие в рождении. Но пик достижения этой цели – это отказ от рождения. Пик достижения этой цели – это безумие. Сократ бесплоден, он ничего не рождает, он только насилует. И в этом смысле Сократ созерцает идею. И в этом смысле Сократ отказался от бессмертия. От погони за бессмертием, которая идет на всех остальных путях, на всех остальных ступенях лестницы Диатимы. То есть, получается, все непрекрасные люди, они уродливые уродливые уродливые? Нет, 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 нет. Я же говорю вам, мания, вы думаете, что все уродливые люди, философы? Ну, а что может остаться, если они не могут достичь бессмертия? Нет, нет, нет. Естественно, смотрите, я напоминаю вам, что они-то не прекрасны, но они могут рождать в прекрасном. И я возвращаю вас к нашей... Очень просто. Они находят прекрасную женщину. Вас не было, когда я пошло шутил, я рад этому, но идея была о рождении в красоте. Рождение в красоте подразумевает, что вы производите что-то в красоте, буквально в красе Бога. Ну, Сократ же тоже произвел, даже если мы возьмем бутылку. Это очень... да, это хорошее замечание. Что произвел Сократ? Детей. Вы правда думаете, что это имеет какое-то значение для философии? Нет, но вы уже сказали сейчас. Это не имеет значения. Бывает, что у Сократа красивая жена Бога. Ну, позвольте мне и эту шутку тоже. Не бывает некрасивых женщин. Давайте попробуем еще раз. Сократ... у Сократа действительно есть дети. У Сократа действительно есть жена. Но я отсылаю вас по ту сторону добра и зла. Ницше говорит, ни один приличный философ никогда не имел детей и жены. Единственный, кто имел, это Сократ. Но он сделал это явно иронически. То есть, понимаете, что ирония Сократа заключается в его московке. Он притворяется не тем, кем он есть. То есть, он притворяется просточком, зрачком, не умеющим говорить, ничего не понимающим. И в том числе, в смысле, женатым с детьми. Полгода у нас спрашивают, зачем мы дети? Мы вам все-таки включили варианты, там, архитекты. Платон не ксенофонд. О, иксекраты. И именно поэтому, то, что говорит ксенофонд, ни в коем случае не надо заполировать на Платона. Это два разных мыслителя. Он не говорит, это просто, что зачем мы дети? Почему мы забываем? Хорошо. Да. Вот видите, Апсидрих Вильгельм уже вам ответил. Да. Тогда, придите, пожалуйста, пример рождения прекрасного в... Нет, рождение в прекрасном. Рождение в прекрасном, которое бы имело значение для философии. В смысле... Ну, смотрите, вы же говорите, что... Да, 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 да. Но именно поэтому философия – это мания. Это именно поэтому и обезумие. Как мания на греческом? Оно так и звучит. Мания – это греческое слово. То есть всякое... То есть всякое безумие. Конечно. Но именно, если мы следуем тому, что отписывает Сократ Федрих, это и есть высшая степень разумности, которая уже ничем не отличима от безумия. Которая выглядит... Смотрите, сейчас, сейчас, сейчас. Не-не-не-не-не, давайте не будем ходить туда. Давайте я вам просто приведу пример. С точки зрения большинства, философы вообще, и Сократ в частности, выглядят смешными. Помните все эти истории из Диогена Лаэрцея? Гераклит идет, засмотревшись на небо, и падает в лужу, потому что он под ноги не смотрит. Помните Сократ в облаках? Аристофан, естественно, дает интересный и сортирный юмор. Пока Сократ заглядывается на небо, ему в рот какает ящерка, бегущая по крыше. Вот. Или эти ребята, они смешные. И Алкевят говорит, что ты смешной, что ты не сидишь за Сократом рядом? Твое дело делать смешные штуки. Но они выглядят смешными, потому что на самом деле они являются безумными. Но их безумие – это высшая форма разумности, потому что философия – это высшая форма человеческой деятельности, перед которой всякая другая форма человеческой деятельности, детская игра и глупость. Но проблема в том, что мы не можем жить, занимаясь философией. И потому у нас впереди мы не можем жить вне общества. Философ не отшельник, философ не аскет, Философ не поедатель травинок и попиватель водички из-под ручейка, да. Именно поэтому философ должен жить в обществе. Но общество не может функционировать на таком высоком уровне, на уровне безумия. Оно должно функционировать на уровне разумности. Уровень разумности, который для философов выглядит как детская игра и глупость. То есть безумие всегда высшая рациональность церкви? Нет. Философия как форма мании есть высшая форма рациональности. Но это не значит, что Наполеон в соседнем жёлтом доме – это глубокий философ с великими идеями. В том-то и дело, что нет. Это мания. Они натурально, эти уроды натурально больны. Я же тогда отвечала уже Наполеону в шестой палате, а не знаю, о том, кто будет из них. Хороший вопрос. Я хотела уточнить относительно маньяк в целом. Вы сказали, что мне кажется, что здесь наруша причина – связи с наципочка. Вы говорите, что есть некоторая цель, в которой беседует философ. И для этого они пользуются рациональными методами. И это делает их маньяками. Но вопрос в другом. Именно то, что они пользуются исключительно рациональными методами, делает их маньяками. А отвергают всякие другие методы. Как не рабочие, сосредоточиваясь на одном методе рациональности и условной методе рациональности. Ну, на рациональности, да, на рациональности. Да, и особенно это делает их маньяками. Именно цель, в которой они идут. А связь с наципочками выбираются. Какой способ выбора существует? Я понял. Это хорошее измельчание, но в контексте нашего диалога она не будет работать. Потому что цель всякого человека, говорит я Тим, это бессмертие. Бессмертие мы достигаем определенными путями, которые она перечисляет. Например, рождение детей. Таким образом, вы создаете себе то бессмертие, до которого вы можете дотянуться. Дальше, следующей более высокой ступенью является слава. Как бы бессмертная слава, критика и поэзия. Сократ не идет за славой. Сократ не собирается стать бессмертным. Почему? Он ничего не пишет. И в этом смысле, вот оно безумие, цель безумия. У него какая-то цель, которая не связана с бессмертием. Хотя, несомненно, я не буду отрицать. Вы, конечно же, правы. То есть тот факт, что они слишком... Помните, когда в облаках стрипсят, заходят в мысликур Сократа? Эти бледные, голодные, искусанные клопами, жалкие абсолютно людишки, эти кости, они нормальные и пышущие здоровьем люди, подняв задницы кверху, слушают землю. А Херифонт говорит, Сократ такой классный чувак, недавно его блоха в голову укусила. Вот. И мы решили измерить, как, на много ли она прыгает, на далеко ли она прыгает. И Сократ придумал гениальную идею. Растопил воск, поместил блоху в этот воск, посмотрел, какое расстояние между ее ногами и измерил нормальное расстояние в расстоянии блошиных ног, чтобы узнать, как далеко она прыгает. Или они задаются вопросом, пищит комар гортанию или задницей. Или Сократ Стрепсиаду объясняет, откуда гром. Стрепсиад говорит, ну это же Зевс, это же очевидно. Сократ говорит, а помнишь, ты на праздников таких-то бобов поел? А в желудке у тебя был гром потом? Тот говорит, да, конечно. Сократ говорит, физическое объяснение физического явления, друг. Если у тебя в животе нет Зевса, значит в облаках происходит нечто подобное. И так далее, и тому подобное. То есть вы абсолютно правы. Конечно же, их чрезмерная философская рациональность выглядит как безумие, да. Но цель-то тоже безумие. Вот здесь слышно меня, собственно, к чему я приводила. Проблема в том, что цель, вы сказали Ром Доро о чем-то наблюдали у нас вначале. Все говорят, точнее вы говорите, поверьте. Да, 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 да. Будь уверен. Будь уверен. Цель всех изменяет эти слова глагола. Но это не рациональная цель. Если мы до конца должны быть рациональными, скажем так, можем ли мы поставить рациональные цели, используя для этого прежние рациональные средства. Рациональные средства прежние рациональные цели. Мы никогда не берем рациональные цели, если вы рациональными ее не установили, а устанавливать может быть. Вы абсолютно верно мыслите. Именно поэтому Диатима в самом начале говорит, есть знание, есть мнение, а есть правильное мнение. И нам знание недоступно. Доступно только правильное мнение. Это значит, что когда она говорит… То есть это понятно? Не-не-не, не совсем так. Это значит, что когда она говорит о том, что цель, как вы называете ее рационально, эта рациональность не выявлена рациональным путем. Это правильное мнение, это не знание. И тут вы абсолютно правы, конечно же. То есть мы считаем, что цель бессмертия рациональная цель. Но мы не можем объяснить почему. Это и есть правильное мнение. То есть все идут к рациональной цели? То есть все идут к рациональной цели? Смотрите. Не-не-не-не. Все считают, что бессмертие – это рациональная цель. Единственная возможная хорошая цель. Проблема в том, что философ не идет к этой цели. То есть он… Да-да-да. То есть тот факт, что он идет к другой цели, делает его безумным. Потому что все знают, вот же цель. И эта цель, так как у нас нет знания, а есть только правильное мнение, правильное мнение, то есть это мнение без объяснения. Это факт, грубо говоря, который мы не можем объяснить. То есть мы точно знаем, что факт правильный, но мы не знаем, как к нему прийти, как его объяснить. Почему именно это? Вот что такое правильное мнение по диатиме. Очень сомнительно. Ну, это же диатима. В смысле, да. Еще одно вопрос. Давайте. Мания конкретно Аклодора. Да. Почему мы считаем его высокомерие магией, его, скажем так, презрение, как Сократ, магией, с учетом того, что он заключает Сократа, он презирает его. Сейчас. Скажем так, он не идет до конца в своей убежденности, там, в том, что там люди презрены, условно говоря. Он не идет до конца. Какая же эта магия? Смотрите. Всегда-то ты одинаков. Вечно ты поносишь себя и других, и кажется решительно всех, кроме Сократа. За что тебя и прозвали безумцем. Да. Да. То есть... Мания... Не, 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 наоборот. Смотрите. Он еще более безумен, чем кажется. Правильное безумие было бы считать вообще всех ничего не стоящими. А он неправильно безумен. Он считает всех, кроме Сократа, ничего не стоящим. То есть он, смотрите, он знает, что... Вообще это неправильно здоровое. Это неправильно не работает. Хорошо. Тогда давайте придерживаться текста. Его называют бесноватым. Платон почему-то считает, что его можно называть бесноватым, то есть зумным. Именно потому, что хотя он ненавидит всех, включая себя, что вообще-то не есть здоровое поведение, он почему-то, что есть еще более нездоровое поведение, превозносит Сократа над всеми. То есть если уж ты считаешь, что люди ничего не стоят, то очевидно, Сократ это человек, и, соответственно, Сократ тоже ничего не стоит. Каким-то образом Аполлодор, следовательно, берет Сократа за скобки. В смысле, Сократ не человек. И в этом смысле, что он делает? Следуя Сократу, мы можем сказать, он создает новое божество. Помните, Алкивят нам в этом поможет. Он скажет, в присутствии Сократа, Сократ никогда не даст мне восхвалить кого-то другого. Бога ли? Человека ли? И в этом смысле Сократ, следовательно, все время при Алкивиаде выше, чем люди и выше, чем Боги. Да. Вот у меня еще вопрос такой. Правильно, вы говорите, что философ не стремится к смерти? Давайте, сейчас, сейчас. Это важно. Это говорит не Сократ и не Платон. Это говорит Диатима. Тот факт, что Платон, в отличие от Аристотеля, пишет диалоги, а не трактаты, показывает нам, что Платон не собирается выдавать свою подлинную точку зрения на гора. Так как в диалоге есть несколько действующих лиц, это показывает, что мы не можем отождествить то, что говорит каждый из них и не один из них с Платоном. Платон – это не Диатима. Платон – это не Сократ. Сократ – это не Диатима. Это произведение и не один из них. Есть! Когда мы прочтем диалог целиком, восполним все пробелы, узнаем, о чем говорил Арисадем, что замолчал Аполлодор, когда мы соберем этот пазл целиком и поймем, где Диатима проваливается, а где она выигрывает, тогда, быть может, мы станем ближе к точке зрения Платона. Потому что он все это написал с какой-то целью. Ну, вот с какой целью он написал? Получается, он хотел бы с ними справиться. Как бы… Вы можете срезать угол и сказать, Сократ безумен, потому что он ничего не написал. Платон умен, потому что он обессмертил себя своими философскими, слэш-поэтическими произведениями, оставшимися навсегда. Заодно Сократ. Вот. И это-то проблема. Но заодно-то он обессмертил Сократа. И в этом смысле Сократ достиг бессмертия, не стремясь к бессмертию. В то время как Платон достиг бессмертия, стремясь к… Так это же Платон написал. Нет же никакого исторического Сократа. Это все сделано Платоном. Все эти диалоги не существующие. Сократ был. Нет, Сократ был. Давайте сделаем первый. Платон. 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 Платон.